Эх, дороги алтайские! Чем дальше в глушь, тем больше благодаришь прогресс за то, что на свете есть видеокамеры со стабилизатором. Иначе из-за сильной тряски снять ничего бы не удалось. Почти треть двухсот с лишним километрового пути от Барнаула до границ будущего национального парка – это грунтовки, местами размытые настолько, что нам, журналистам, пришлось пересесть из автобуса на внедорожники. Но непростой путь стоил того, чтобы в конце увидеть вот это. Переправа через реку Уксуна – это лишь начало одного из будущих туристических маршрутов, которые пройдут по будущему национальному парку. Его название сейчас выбирают народным голосованием. Лидирует Салаир, а окрестные горы называются Салаирский кряж. Не просто в это поверить, глядя вокруг, но место, на котором мы сейчас стоим – это одна из самых древних горных систем Западной Сибири. Как уверяют геологи, около 400 миллионов лет назад над водами Древнего моря здесь поднялся ввысь горный хребет. Возможно, его высота достигала нескольких тысяч метров. Но за миллионы лет ветер, вода сгладили его поверхность. Сегодня предельная высота Салаирского кряжа – около 600 метров. Впоследствии это низкогорье стало домом для черневой или темнохвойной тайги. Именно она, по словам эколога Алексея Грибкова, станет основным объектом охраны нацпарка. Тем более, что под ее покровом сохранились уникальные реликтовые растения и животные. Реликт – это организм или сообщество организмов, которое сохранилось в предыдущих геологических эпохах. Так вот, в черневой тайге есть элементы растительности и даже животного мира, которые здесь произрастали и обитали до ледникового периода. Например, липосибирская. Не путать с липой сердцелистной, которая у нас в городе применяется для озеленения. Это реликт, это остаток широколистных лесов, которые здесь росли повсеместно до ледника. С ледником исчезли и остались только маленькие островки и рефугиумы. И один из них как раз здесь, на Салаирском кряже, островок Липосибирской, Тогульская липовая роща. Плюс десятки краснокнижных растений, птиц беспозвоночных. Под охрану попадет площадь не менее чем в 130 тысяч гектаров на территории четырех районов. Причем эти древние горы богаты не только флорой и фауной, но и полезными ископаемыми, например, золотом. Именно поэтому, уверены в Минприроде, с созданием парка нужно поторопиться. А если мы сейчас посмотрим в целом на Салаир и посмотрим на него со стороны Кемеровской области, мы увидим все эти угрозы и увидим, что стало точно такой же тайгой. То есть все в разрезах, все в карьерах. Вопрос именно в выборе, к чему мы стремимся в будущем. То есть или мы хотим сохранить здоровую природу для своих будущих потомков, или мы хотим получить какой-то временный экономический эффект. Впрочем, на экономический эффект власти тоже рассчитывают. Федеральное финансирование позволит не только усилить охрану от браконьеров и черных лесорубов, но и создать инфраструктуру, проложить дороги, привлечь туристов. А значит, в ближайших селах, таких как Тогул, появятся новые кафе, гостиницы, сотни людей могут получить работу. Насколько успешно получится осуществить задуманное, должно стать ясно в ближайшее время. В Минприроды надеются, что официальное открытие парка состоится до конца текущего года. Илья Кочетков, День с толком.